Сейчас вы увидите самую настоящую летающую тарелку. Мало того, нашим корреспондентам удалось побеседовать с одним из создателей этого чуда-аппарата. Вы видите уникальные кадры, снятые 15 лет назад под Самарой. Летающая тарелка. Нет, не инопланетная. Этот объект самый что ни на есть российской сборки. Уникальный аппарат под названием ЭКИП разработан нашими учеными. Конструктор Анатолий Савицкий вспоминает. Все началось с небольшой опытной модели. Как вы видите, он из себя представляет вот это крыло. Толстое крыло, мало удлинения. Система управления по крену, по тангажу. С воздушной подушкой. И с двигателями, которые дают возможность ему взлетать. Самолет держится в воздухе благодаря крыльям. А ЭКИП сам работает как одно большое крыло. Такая форма во много раз увеличивает его подъемную силу. НЛО самарской сборки может взять груз весом до половины от собственной массы. Самолеты такими характеристиками похвастать не могут. Где-то, так сказать, были проекты, в которых на 1200 пассажиров мы. Это вот большие перелеты, так сказать, скажем, трансконтинентальные. Со всеми удобствами, так сказать, можно кровать разложить, так сказать, отдохнуть и там. За счет воздушной подушки аппарат может садиться практически на любую ровную поверхность. На воду, снег или песок. К тому же взлетно-посадочная полоса для него в пять раз короче, чем у традиционного самолета. Первые испытания летающей тарелки проводились на беспилотной модели с помощью радиоуправления. Они показали, даже в критических ситуациях, если откажутся двигатели, аппарат потеряет контроль, форма крыла спасет его. В один из моментов испытания, значит, радиоуправляемый сигнал пропал. И она улетела, так сказать. И мы пошли, так сказать, искать ее туда в поле на большом аэродроме, значит, нашли. И к нашей радости и удивлению аппарат был целый. Сейчас экип стоит среди бурьяна на подмосковной базе. Как это часто бывает, гениальной конструкторской идее не хватило финансирования. Успели только сделать девятитонную модель. Она до сих пор в Самаре. Но Савицкий надежды не теряет. Он верит, что за подобными летающими тарелками будущее воздушного транспорта. Сергей Розанов, Дмитрий Попков, Первый канал.